Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. Итак, у нас с вами близится такой прекрасный праздник, как Вербное Воскресенье. И некоторые вещи интересные я вам сегодня расскажу, что можно сделать с вербочкой, и чтобы вы были здоровы, и чтобы все у вас было благополучно. Ну, во-первых, вы покупаете заранее вербочку, идете рано утром в церковь, в Верное Воскресенье, обязательно ее освещаете. И когда вы придете домой, нужно будет взять веточкой и отхлыстать всех в доме домочадцев. То есть старший человек сначала берет и начинает хлыстать всех подряд. Он выгоняет хворь и беду, а затем старшего человека уже начинают, кто в доме старший, его начинают бить этой вербочкой. И записываем слова. Я сейчас вам буду диктовать. Записываем слова, которые нужно будет приговаривать. Итак, надо хлыстать сначала по меньшинству. Старший берет и младших потом уже наоборот. Записываем. Верба хлест, бей до слез. Верба бела, бьет за дело. Верба красна, бьет не напрасно. Не я бью, верба бьет за каждый великодень. Будь великий, як верба. Не будь сопливый, до работы ленивый. Не будь завистливый, а ли буди здоров, як вода. Расти, як верба. Будь шмыткий, як пчела. Будь богатый, як земля. От року до року, вербою по боку. Аминь. Вот такая вот присказка должна идти, когда вы хлестаете друг друга своих домочадцев. И также очень хорошо вербой хлыстать женщин, которые не могут забеременеть. И если мужчина, вербочка, бьет по ногам женщину в этот день, то вероятнее всего она забеременеет. Это тоже очень-очень такая вот хорошая примета. Имейте это тоже в виду. Но что еще можно рассказать? Значит, самое главное в чистый четверг, за него я еще буду говорить, в чистый четверг, это перед Пасхой мы будем убирать. Значит, вербное воскресенье, что нельзя было делать? Уборка в доме ни в коем случае. Не расчесываться, не начесываться. Ну, расчесались, умылись и пошли. Но перед зеркалом крутиться особенно нельзя. Вычесывать волосы нельзя. Вот это вот, в общем-то, такого нельзя было делать. Именно надо было идти, молиться, отдыхать. Опять-таки, если праздновать вербное воскресенье, все, кто сидит на посту, исключается, конечно же, мясная рыбная пища, ну, это созволение батюшки. Кто не постится, в общем-то, смотрите сами. Но этот праздник, в общем-то, отмечался всегда. На Руси этот праздник всегда был такой вот великий. И многие вещи исполнялись на этот праздник. Еще вот, смотрите, вербочки, ветки вербочки, они лечебные. Ими лечили. Бывало так, что вербочками мы бьем по человеку, по спине человека. Если у вас в доме есть больной человек, берете вербочку, бьете его по спине и приговариваете. Верба, верба, вербочка. Золотая вербочка. А я вербой похлещу и скажу при слове верба. Дай здоровье. Вот так, если вы будете хлистать по спине потихоньку, конечно, не то, что там избивать друг друга, а потихонечку, чисто символически по спине больного постучите и скажете вот такую вот присказку, то, вероятнее всего, он очень быстро поправится. Значит, про беременность я уже сказала. Ну, что еще можно сказать? Также, вот вербу еще, если у вас есть домашний скот, если вы в деревне где-то живете, у вас есть поросята или коровки, или еще кто-то. Если скотина прибаливает, даже если она и здоровая для профилактики, можете после того, как вы вернетесь в церкви, отщепнуть несколько вот таких вот пушистиков с вербочки и дать пожевать скоту, и скот поправится. Даже если вы самостоятельно возьмете и после освещения вербочки съедите 3 штучки, 3 штучки вот этих пушистиков, точно так же оздоровление пойдет, если вы приболевшие, даже если вы не болеете, но это можете сделать для профилактики, это тоже избавит от болезней различных. Ну, вот можно еще рассказать, какие приметы, наверное, о воскресенье бывает. Ну, смотрите, если ветер дует в такой день, то будет сопровождаться все лето дуть. Вот смотрите, по ветру можно тоже об этом судить. Какой день будет, такое и лето будет. Если погода ясная, теплая, по одной из примет, это значит будет урожай фруктов, злаков. В общем, это очень-очень хорошая примета тоже. Если вербная неделя ветреная, смотрим уже здесь полностью 7 дней вербных с утренниками, то яровые хороши будут. Еще говорят, без вербы не весна. То есть, если верба распустилась, все, уже считайте, весна пришла. Верба распутницу ведет, гонит с реки последний лед. То есть, это тоже как бы пословица такая. Выгоняют в первый раз скот в поле вербу вербного воскресенья. Подгоняют скот. Еще я вам расскажу несколько заговоров. Если у вас болит голова, тоже можно будет сделать определенный обряд. Но опять-таки, если у вас, конечно же, не какое-то серьезное такое заболевание, которое изнурительно мучительное и головная боль, а просто какая-то небольшая мигрень, то это очень подойдет. Вы вербное воскресенье, когда расчесывались на расческе, снимите волосы с расчески, которые у вас оказались на расческе. Дальше положите воду, желательно в святую. Если нет, то водички налейте и отче наш перекрестите, намолите эту воду, положите. И вот этой вот водой со своими волосами вы вылейте под вербу уже растущую. Ни вербы, ни вот такие вот срубленные веточки нет. А найдите дерево вербы, где растет, выливайте и говорите следующие слова. Вода, иди в землю вместе с головной болью. Три раза произнесите и уходите. Головные боли вас перестанут преследовать. Тоже очень хорошее еще есть заговор для мира в доме семьи. Если вот скандалы, ссоры постоянно в вашем доме есть, то можно сказать следующие слова. Как вербное воскресенье было и есть, так и мир в этом доме восстановлен. Три раза. Аминь, аминь, аминь. Еще можно на вербное воскресенье также укрепить любовь на вербу. Это вот в основном девочки молоденькие, у которых женихи только что появились. Смотрите, что мы делаем. Мы, когда приносим вербу домой, уже освещенную, мы должны взять, значит, во-первых, осветить вербочку, я вам уже сказала, и взять вербу, разделить ее ножницами на 7 частей, одну веточку на 7 частей. Почему на 7? Потому что цифра 7 – это семья. Мы же хотим семьи. И говорить, значит, положить эти 7 кусочков вербы за икону спрятать и говорить. До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь. Если это не муж, то мой парень, говорите. И имя обязательно, говорите имя. И до следующего вербного воскресения вот эти 7 кусочков одной веточки вербы вы не достаете. Еще, что я хочу, вот еще, значит, иконы, знаете, какие нужно выбирать? Или Петра, или Февроньи Муромских, Петр и Февроньи Муромские, это у нас символ любви, верности, и вот это очень хорошая икона. Но если такой иконы нет, ну поставьте за любую другую. Вот, если нет. Еще хочу сказать, если вербочка у вас стоит целый круглый год до следующего вербного воскресения, ни в коем случае ее выкидывать нельзя, ни в коем случае нельзя. Ее нужно просто сжечь и развеять по ветру. Потому что, если она у вас стоит целый год, она весь негатив из дома тоже забирает, это тоже очень-очень, в общем-то, хорошее такое воздействие она для дома несет. Еще есть оберег от перехвата. Вот такой есть. Совершенно всем, кто старается как-либо помочь своим близким, полечить или же снять порчу, очень пригодится оберег от перехвата. Допустим, вы помогаете, снимаете головную боль, бывает у ребенка, у своего, или кто-то старик попросил, мама, папа, вы помогаете им. И вот, чтобы вот этот вот перехват ушел, вам нужно что сделать? Натощак съесть три почки вербы, освященные, опять-таки, когда вы принесете с церкви. Это вот прочистит, я уже говорила, и просто их можно съесть, но именно кто хочет очиститься, и при этом запить святой водой. После этого сказать следующие слова. Записывайте. Вербой святой Павел махал, от меня чужие болезни отгонял. Как правда, что вербное воскресенье чтут, так и правда, что чужие болезни ко мне не пристают. Аминь. Это очень хорошие вещи, тем более, если кто занимается эзотерикой, карты Таро, вот, в принципе, мистика какой-то. Это очень хорошая вещь. Запомните, натощак три штучки съесть, выпить святой водой и сказать вот этот заговор, чтобы все это от вас отлетело. Вот. Далее, смотрите. Да, еще вот хочу сказать, что, конечно, до вот этих всех обрядов воскресных хорошо было бы, если бы вы причастились. Вот. Ну, что еще можно рассказать про вербочку? Ну, про вербочку в основном, в общем-то, я вам все рассказала, но то, что вы будете дома ее тоже держать, это тоже я вам рассказала. Я вот вам лично желаю, чтобы вам это вербное воскресенье принесло счастье, удачу, взаимопонимание между близкими и родными, чтобы все больные ваши выздоровели, все, кто искал любовь, нашли ее, кто хочет продать недвижимость, пусть будет все так, именно, как вы хотите. Пусть вербное воскресенье принесет вам маленькое-маленькое чудо, но больших чудес мы будем уже просить на Пасху. Я еще дальше запишу ролик, выставлю обязательно про четверговую соль. Не пропустите, смотрите внимательно, обязательно сделайте, она понадобится. Я очень много буду рекомендаций давать именно по четверговой соли. А сейчас мы с вами, наверное, будем уже прощаться. Я вас всех очень-очень люблю, обнимаю вас всех, желаю вам всего самого наилучшего в мире.